Тезис 12. Представление о личностном монотеистическом Боге неразрывно связано с идеей прогресса человечества. 3. Фундаментальным принципом иудаизма, поставившим резкую границу между монотеизмом и идолопоклонническими системами мысли, перенятым от него не только христианством и исламом, но и «нерелигиозными» течениями западной цивилизации, такими как гуманизм или даже марксизм, 4. Является представление, согласно которому будущее благоприятствует свету, и поэтому в конечном счете в мире происходит продвижение и прогресс. 4. Эта идея исходит из представления о Боге как о высшей личности, в противоположность, кавычки, безличной высшей, кавычки, силе идолопоклоннических концепций, 5. Создавший человека по своему образу и подобию, следовательно, Бог любит человека, желает ему блага, продвижения и возвышения, а потому это продвижение и возвышение в конце концов обязательно осуществится. 5. Однако разные направления внутри монотеизма исходят из разных позиций в вопросе о том, происходит ли духовный прогресс внутри течения нашей «обычной», этой «жизни». 5. Равкук утверждает, что духовное развитие происходит в этом мире, и поэтому человек предназначен познавать свою природу, свое место среди всего сущего, и что таков смысл цели, которой в конечном счете движется история. 6. Именно это, кавычки, предопределение исторического процесса к прогрессу, кавычки, еврейская традиция и выразила в концепции мессианской кульминации. 7. При этом духовный прогресс неразрывно связан со все более глубоким осознанием нами мировых связей, гармонии, единства, мироздания. 7. Равкук говорит так. «Просветление, которое будет неспослано мессией, имеет своим первоисточником идею единства всего сущего». 8. Родха Кодыш 2. 474. Это означает, в частности, что когда мы и на частном уровне, и на уровне общественного сознания проникаемся идеями дополнительности, а не антагонизма противоположностей, мы тем самым продвигаем себя и мир и приближаем этим приход мессии. При этом духовное продвижение осуществляется не в «уединенном размышлении» о «божественных сущностях», а в самом процессе жизни.